Во вторник в рамках Восточного экономического форума 2022 в режиме видеоконференц-связи состоялась рабочая встреча председателя правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера и председателя Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хауляна. В ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту. Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах. Их доля в двусторонней торговле продолжает увеличиваться. Ровно так же, как и спрос на китайскую валюту и объем сделок с юанем на бирже. Решение перейти на расчеты в рублях и юанях между Китаем и Россией является, безусловно, положительным. И принято оно было исключительно в связи с тем, что расчеты в валютах недружественных стран, в первую очередь в американских долларах, в евро, стали опасными для рассчитывающихся сторон. Расчеты в рублях и юанях не могут быть приостановлены, задержаны, заморожены или арестованы в третьих странах. Тогда как расчеты в долларах, евро или иных валютах проводятся через банки стран-эмитентов. Большинство из них являются недружественными по отношению к России и Китаю. Именно поэтому счета в их валютах в любой момент могут быть заморожены. Данное решение, безусловно, является положительным. Оно способствует безопасности международных расчетов и избавляет от зависимости от недружественных финансовых организаций и стран. Напомним, что ранее «Газпром» прокачал рекордный объем природного газа в Китае по газопроводу «Силы Сибири» в течение одних суток. О росте экспорта в Китай также сообщалось 1 и 15 июля. По данным компании, поставки российского трубопроводного газа в КНР за 6 месяцев 2022 года выросли почти на 64%. Карина Саяхова, Универньюс.